Не могу промолчать, когда происходят такие важные события. Только что вышли новые данные, о которых тебе нужно знать. Основные медиа, к сожалению, не дают тебе полной картины, но я дам. Биткоин сегодня вырос до 26,5 тысяч долларов практически одной свечой, потому что вышли новые данные про инфляцию. Индекс потребительских цен вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Это вполне вкладывается в ожидания рынков, да и к тому же на 0,4% ниже, чем предыдущее значение. Но это все еще означает, что сегодня товары в среднем дороже на 6%, чем год назад. Хорошо это или плохо? Для биткоина в целом это хорошие новости. Ведь в июне прошлого года пик инфляции составил 9,1%. Месяц назад в январе это было 6,4% и сейчас это 6% ровно. При этом инфляция снижается уже 8 месяцев подряд. Это большое улучшение ситуации. Сегодня у нас самая низкая инфляция с сентября 2021 года. Но еще слишком рано открывать шампанское и праздновать. Ведь есть множество нюансов, о которых никто из главных СМИ не говорит. Базовый индекс потребительских цен или же Core CPI не учитывает цены на еду и энергоносители. СМИ подают его как абсолютно ожидаемые 5,5%, как и прогнозировалось. Но если разобраться немножко глубже в месячном выражении, этот индекс вырос на 0,5% против ожидаемых 0,4%. Общий индекс потребительских цен при этом действительно соответствует ожиданиям. Получается, что СМИ немного врут. Core CPI горячее, чем ожидалось на 0,1% в месячном выражении. Это означает, что за последние 5 месяцев Core CPI не оправдывает ожидания ФРС США. Он остается горячее, чем они ожидают. Посмотри на сравнение CPI и Core CPI. В скором времени CPI может оказаться ниже. Это означает, что без падения цен на энергоносители общий CPI мог бы получиться совсем некрасивым. А сейчас ФРС этого совсем не нужно. Что ж, сразу две манипуляции с тобой мы раскрыли. Но несмотря на эти два пятна, в остальном инфляция оправдывает ожидания ФРС США. Джером Пауэлл может их проигнорировать и вздохнуть с облегчением. Ему выдалась нелегкая неделя с этими коллапсами банков и прочим. Но инфляция все еще в три раза выше их цели, в 2%. А реальная инфляция даже выше этих 6%. Хорошие новости заключаются в том, что цены на энергоносители и топливо упали в феврале. Например, на бензин на 2%. Но плохие новости в том, что цены на еду, например, выросли на 9,5%. Стоимость жилья при этом выросла на 8%. Это все написано в сегодняшнем отчете ФРС США, на который почему-то СМИ вообще не обращают внимания. Больше ничего. И это все еще очень большие цифры. Учитывая это все, что будет делать ФРС США с процентной ставкой 22 марта? Мы знаем, что они всегда отталкивались от отчета про инфляцию и рынок труда. Но на этот раз ситуация сильно отличается от прошлых. Во-первых, нам еще нужно дожидаться завтрашних цифр про инфляцию цен производителей PPI, что тоже может стать ключевым фактором. А во-вторых, не нужно забывать про банки, которые полностью нарушили планы ФРС США. С 1980 года мы не видели такой агрессивной скорости роста процентной ставки, как в 2022 и 2023. На прошлой встрече ФРС США до коллапса банка Silvergate Джером Паул уверенно говорил о том, что следующий рост ставки должен быть на 50 базисных пунктов. Но все это было до краха трех банков за последнюю неделю. Мы могли сказать, что ФРС будет повышать ставки, пока что-то не сломается. Коллапс трех банков за неделю. Это уже что-то сломалось или нет? Достаточно ли этого для того, чтобы ФРС США свернула свою политику и включила количественное смягчение? Отталкиваясь от инструмента FedWatch, который отслеживает ожидания рынка, 87,8% ожидает повышения ставки на 25 базисных пунктов 22 марта этого года. И 12,2% ожидает повышения ставки на 0 базисных пунктов, то есть вообще без повышения ставки в этом месяце. Интересно, что еще 6 дней назад ожидания рынка были совсем другими. Он давал 70% на то, что рост ставки составит 50 базисных пунктов. Коллапс трех банков сильно изменил ожидания рынков. Кроме этого, тебе будет интересно взглянуть на эту таблицу. Она тоже учитывает ожидания рынка и тоже сильно преобразилась после краха банков. Теперь рынки ожидают, что окончательная ставка не превысит 5%, а уже с июля этого года ставка будет падать. Если это действительно окажется правдой, что ж, биткоин будет ждать такой бычий рынок, что у всех отвалится челюсть, ведь в рынке снова потечет ликвидность и деньги. Учитывая супер ястребинную позицию ФРС США, которую они транслировали полтора года, причем последние месяцы она становилась еще более ястребиной, я лично подозреваю, что 22 марта они таки повысят ставку, чтобы не потерять лицо, авторитет и доверие. И повысят, скорее всего, на 25 базисных пунктов. А затем, когда акции банков восстановятся, рынок немного успокоится, они еще немного продолжат гнуть свою ястребиную линию. Если, конечно, не выйдет новый отчет про инфляцию, который окажется супер низким и необходимости продолжать эту политику больше не останется. Это, конечно, не финансовый совет, а только лишь мои размышления, которыми я поделился. Пиши свои комментарии. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok